Друзья, всем доброе утро! Наше приключение по Франции продолжается вот с такими вот видами Причем все пляжи здесь будут вот так вот забиты Очень-очень редко где-то можно найти кусочек какой-нибудь там небольшого может быть дикого пляжа в котором будет мало людей Ну и конечно же исторически это уже сколько лет это конечно же очень популярный курорт и у олигархов у всех и вообще многие люди сюда любят приезжать но вот я лишний раз убеждаюсь, что нечего здесь делать летом потому что заедете в какую-то деревню на машине потратите полчаса минимум в пробках да и людей много, цены на все подняли в общем летом надо наверное куда-то ехать либо в Таиланд, либо еще куда-то в такие направления, которые не пользуются спросом летом Французская ривьера но пляжи просто все забиты я не знаю может быть это конечно нормально, но лично я к такому не привык здесь конечно все условия, все есть но просто очень много людей вот это пожалуй единственный минус парковки, все есть а кстати души во Франции нету души нету, они как-то экономят воду что ли я не знаю у них и на заправках они воду экономят в общем везде экономят воду туда прямо у нас Каны мы сейчас уже будем скоро Каны наверное насквозь проедем и поедем в сторону Ниццы и будем уже выбираться из Франции потому что, ну не знаю, наверное до этого лета у меня Франция была единственная любимая страна в Европе как я съездил в Испанию Франция что-то как-то угасает в моих глазах мы заехали в Каны собственно ничем этот город не отличается от тех городов, которые мы проезжали может быть он чуть побольше также все у них парковки забиты чтобы найти парковку здесь нужно прям целый квест пройти вот люди где попало, свои машины забросают вот здесь они пишут, что туда можно поехать якобы там найти но пока вы туда доедете, там уже может не быть этих мест и даже сами местные жители отсюда уезжают когда начинается здесь в мае Каннские фестивали проходить поэтому город тоже такой тесный, душный и летом наверное здесь нечего делать побережье Канн вот так выглядит бесплатный пляж, вполне приличный, с душами с водой пресной мы сейчас наконец-таки пополним запасы пресной воды себе и ну он не такой большой там уже идут дальше платные пляжи там уже дальше нечего делать ну в принципе неплохо единственное, что тесно и туда на аллею еще куда-то идти вовнутрь я наверное туда уже не пойду не могу сказать, что прям здесь роскошные какие-то лодки, яхты в Сан-Тропе было гораздо круче ну и здесь они на якорях стоят наверное либо где-то там сейчас еще туда схожу во Франции у них напряженка вот душ был, работал душ получается только здесь вот сколько мы по Франции проехали нигде душа толком не был нормально а здесь друзья на западе вот такая вот большая гигантская площадка площадка парковочная рядом со стройкой и рядом пляж здесь и они летом взяли сделали здесь бесплатную парковку то есть она в зимнее время осенне-весеннее платная а зимой она 24 часа бесплатно только автодомам нельзя заезжать ну на машине можете заехать припарковаться бесплатно прям как она меня удивили мы продолжаем движение на восток вот здесь дорога проходит возле железной дороги здесь еще вот скоростной поезд мы на нем ездили из Ниццы кстати в Монте-Карло в Монако я не знаю я смонтировал по-моему это видео и вот Каны закончились и оказывается там вот возле этих бесплатных пляжей есть парковки с двух сторон с востока и с запада соответственно и они именно в летнее время когда именно сюда туристы приезжают они именно их сделали бесплатно и балки убрали и плюс ко всему там еще вода везде на улицах и бесплатные души сколько мы проехали по Франции городов это наверное первое место где я такой сервис увидел а что еще сейчас посмотрим если в Ниццу получится заехать заедем в Ниццу если там тоже эта зона нулевых выбросов то как-нибудь проедем ее и там уже дальше ближе к Монте-Карло ближе к Монако там красивая очень дорога красивые виды и там будем где-то искать наверное место для ночлега себе мы уже подъезжаем к Ницце вот собственно сейчас будет здесь аэропорт справа я помню он прилетал когда сюда еще сильный ветер такой дождь был плохая погода и самолет очень сильно качало он несколько раз заходил на посадку не мог зайти и вот здесь где-то рядом с аэропортом мы жили в прошлый раз еще здесь город Ницца он состоит то ли из нескольких городов что-ли еще что-то в общем Ницца лазурное побережье есть и Ницца еще какая-то короче говоря он длинный такой растянутый город и сейчас попробую найти какую-нибудь стоянку на берегу если что-то получится вот нужно проехать аэропорт там будет большой пляж туда уходит автострада и в центр Франции туда можно уехать а здесь вот малюсенький вот такой аэропорт то есть самолеты прям сразу взлетают и сразу море у них здесь очень развито вот это все вело всякие разные эти дорожки все такое французы очень любят на велосипедах кататься вот она, друзья, вот эта зона короче говоря те люди у которых нет стикера или наклейки или я вообще честно говоря не знаю как здесь это во Франции работает не могут заехать то есть вот сразу после аэропорта она начинается и все туда уже дальше въезд запрещен так как у нас нет наклейки мы естественно туда не поедем будем сейчас как-то отъезжать парк Феникс такое ощущение что здесь какие-то здания уже построили с того времени когда мы здесь были странно что вот через Ниццу проходит вот такой вот типа хайвэй типа по верху или ну я не знаю короче трасса сквозная есть такая через Ниццу и в общем по этой трассе якобы как бы можно ехать вроде бы ну знаков я по крайней мере не заметил я заехал на нее и не видел что ограничения какие-то есть и вот мне интересно то что я думаю это не связано с какими-то выхлопами или еще что-то я думаю они этим самым просто ограничивают поток машин и они решили со старых машин начать и скорее всего будут потом ограничивать и ограничивать и в итоге уже потом вот эти города большие мегаполисы они наверное скорее всего пешеходными станут потому что вот мы сейчас ее проедем быстро на самом деле Ниццу и вот просто по этой трассе она как бы бесплатная и она проходит вот здесь жилые дома так же есть так же едут эти машины коптят дымят какая разница точно так же этот воздух вообще попадет в Ниццу просто другое дело что мы как бы по побережью не поедем но ничего страшного я думаю мы там много не потеряем там просто большой пляж широкий и длинный и ну и как бы все по сути там больше наверное ничего интересного нет но я по крайней мере не помню чтобы я чем-то здесь прям вах удивлялся в Ницце а здесь еще нет такого как в Барселоне ну допустим вечером можно залежать здесь вот всегда просто запрещено и все ну видимо они это не камерами еще контролируют они это контролируют полицейскими наверное не знаю наверно иностранные номера они наверное не трогают согласно сведениям с интернета 500 тысяч населения но я думаю здесь больше гораздо потому что очень много эмигрантов и в общем очень редко бывает снег зимой наверное температура такая же как в Сочи вообще на всем вот этом лазурном побережье почему оно такое популярное почему оно ценится потому что здесь мягкий климат и здесь нет не бывает холодно или жарко или постоянно примерно одинаковая температура то есть перепадов резких нет вот музей мы проезжаем какой-то не знаю какой кафедральный собор сейчас будет слева ну как бы эта трасса она всегда была просто они взяли весь поток сейчас по этой трассе пустили чтобы люди в город не приезжали я не знаю честно говоря чем они этим самым добьются потому что многие люди путешествуют на машине и ну и они как бы не будут сюда приезжать вот можно в центр Ниццы заехать но естественно мы этого сделать не сможем поэтому просто проезжаем прямо в сторону Монако у нас до Монако 20 минут 26 километров здесь все уже рядом все близко и возможно где-то в районе Монако мы сегодня заночуем а завтра уже будем в Италии вот часть города тоже вот так вот на сопках на на горах построена я думаю здесь гораздо больше чем 500 тысяч с виду так как весь миллион живет вокзал мы кстати с этого вокзала ушали либо с этого либо с другого но вот здесь в принципе на север можно было выехать ниц наверное мы бы там уже смогли бы ну на всякий случай я дальше проеду а потом съеду чуть дальше потому что эта трасса может быть платная у них здесь такие цены кто сколько покурит столько и называют в одном месте может 10 евро километр стоить в одном месте в другом месте десять километров один евро и непонятно вот здесь я думаю я уже могу съехать скорее всего здесь уже единица закончилась да вот прямо идет дорога на Монако в крайнем случае я всегда смогу обратно заехать да это центр какого то другого города уже друзья я потихоньку начинаю понимать как здесь селились короли и всякая разная знать такая вот это вот подпорная стена которая держит а здесь вот прям с дороги открывается вид на порт на вот это вот кстати пляж Ниццы который мы с вами проехали вот здесь он вот так выглядит вот вот здесь так проходит 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 и приходит сюда в порт ну грубо говоря мы по центру проехали вот здесь с вами сейчас оказались закат очень красивый кстати здесь достаточно такой приличный порт в Ницце сюда по моему даже ферри заходят сюда большие и ну вон там стоит парочка яхт но сколько будет яхт Монте-Карло конечно с этим наверное даже с антропе не сравнится уже поспел инжир смотрите это видимо птицы его скидывают вот спелый инжир уже есть здесь вот оно дерево инжировское да вон они уже спелые есть круто инжиры набрать что ли он очень полезный здесь несколько дорог идет в сторону Монако и одна из них самая живописная проходит по берегу там обрыв я не знаю сколько метров ну все культурно цивильно заасфальтировано забетонировано там море сейчас мы будем по моему еще один какой-то город проешать там ниже еще оказывается проходит одна дорога я сейчас попробую спуститься да может быть даже там где-то ночлег найдем там такая красота вообще просто невероятно место вернее для ночлега да я бы наверное хотел поспать с такими видами и вот туда дорога уходит прямо Монако Монте-Карло по горам по серпантинам Монако чем-то похоже на Андорру и расположением и ну вообще всем княжество тоже я сейчас посмотрел по карте туда как-то люди заезжают осталось только понять как видимо вот с той марины скорее всего оттуда где тот заезд ну здесь прям конечно такие виды не а вон там еще и стоянка есть как они туда интересно заезжают как-то они туда заезжают либо с той стороны либо с той здесь еще такая лесенка наверх видимо во двор человеку какому-то только что уехал поезд с вокзала вот у кого-то дворик здесь сад друзья вода даже даже вечером даже ночью она просто реально какая-то лазурная просто какого-то цвета невероятного очень красивая ну стоянку не знаю я мы найдем или не найдем очень сложно все забито ищем было там пару мест но они неровные а вот это гостиница роял ривьера мы в ней жили там прям рядом с этой гостиницей пляж возможно сейчас мимо проедем да я здесь еще дрон запускал вот оно роял ривьера да вот он этот пляж точно это оно там еще прогулочная такая трасса есть назад возле гор можно погулять а кстати здесь была парковка друзья вот такой у нас дом сегодня там значит море марина такая небольшая ну относительно конечно небольшая вот здесь у них показывают они что дерево было здесь сто лет назад и короче так оно здесь и есть не трогали мы вот это вот там те места которые мы проезжали очень тихо спокойно туда уже монако монте карло и собственно такая тишина здесь кстати вот такого количества машин с украинскими номерами я вообще нигде в европе не видел вот только на этой стоянке машина 4 наверное и за пределами стоянки ну тоже стоянка платная там тоже вот ландгрузер стоит с украинскими номерами а стоянка у нас бесплатная до 9 утра и потом после а здесь еще и мэйтанс после 9 утра можно заплатить еще стоять но мы обычно уезжаем и плюс ко всему у нас вот такой туалет здесь еще есть крутой с картой с картой и если нажать на кнопку он откроется все агентство недвижимости там несколько казино ну будем кушать и отдыхать 1909 год пляж тоже с такой же кристально чистой водой можно покупать лодочки куда-то поплыли на ночь глядя а вот эти лодки стоят на якорной стоянке здесь а написано что купаться там а ну там нельзя здесь там можно там несколько казино есть с этой стороны тоже по-моему что-то такое есть можно погулять посмотреть и есть вот агентство недвижимости я вам могу показать эксклюзивные цены короче 3 4 5 миллионов 2 миллиона 5 6 миллионов 3 миллиона 2 миллиона 4 миллиона вот это продано за 3 750 178 квадратных метров 16 соток а вот это вообще юля здесь работает продает виллу такую за 4 миллиона вот оказывается как это место называется BLU BLU и вот здесь какие мероприятия будут проходить когда вот по мне чем ехать куда-то в Сан-Тропе агентство недвижимости на русском лучше приехать наверное куда-то сюда и здесь тоже такая же роскошь и точно так же можно покайфовать но здесь эта роскошь она более такая сдержанная здесь тоже очень много дорогих машин дорогих яхт но нету вот этой какой-то наверное напыщенности как там в Сан-Тропе вот у них к примеру ресторан может вот так выглядеть а это ресторан-отель ну вот можно заказать вот такие блюда здесь гостиница по сути мы наверное в 100 метрах правее будем спать от этой гостиницы только разница в том что здесь номер стоит где-то 300 может быть даже 500 евро а у нас ноль бесплатно вот такое у нас доброе утро сегодня мы сейчас поедем туда на гору вот дорога ведет там высоко в горах серпантин и там есть деревня на 50 жителей там делают парфюм ну и вообще должно быть интересно а вот это место я вот помню я там дрон запускал в прошлый раз когда приезжали ну и вообще это марино это местечко мне еще тогда понравилось и вот в общем я сюда приехал и спустя свой опыт путешествий прям я подтверждаю как здесь классно вот во франции наверное район шамани монблан и район андоры и вот это место прям они мне прям очень сильно нравятся еще приехала пару машин с украинскими номерами не знаю что они здесь делают в казино играют или что у них там штрафы висят уже на лобовом подсчеткой такого количества машин с украинскими номерами я честно говоря нигде не видел в Европе не встречал как вот именно здесь в районе лазурной лазурного побережья ривьеры я сейчас уже сходил там есть пляж уже там покупался утром здесь тоже можно было покупаться я туда пошел потому что там душ был ну и там чистенький пляж все они там почистили в общем мы сейчас поедем наверх потом либо спустимся назад вниз либо спустимся там есть еще спуск ну скорее всего спустимся и проедем вот здесь по вот этому побережью а здесь тоже дорога очень красиво проходит там мы значит тут чуть-чуть поднялись какая все-таки здесь красота просто невероятная красота я теперь понял почему короли и вообще все олигархи сюда стремятся попасть ну здесь на самом деле действительно очень круто и за гор ну и море тоже очень чистое в Гачеке тоже есть море тоже красота ну таких гор нет красивых сюда по-моему зашел круизный лайнер скорее всего остановку сделал и сейчас люди будут сходить здесь экскурсии у них будет от Ниццы и в сторону Монако идет поезд и во-первых пляж вот с такой водой красивейший во-вторых он делает здесь в некоторых местах остановки и вы можете прямо на этом поезде путешествовать и останавливаться там где вам понравилось это вот деревеньки встречаются такие самобытные за каждым поворотом охота сделать остановку сделать фотографии в Сантропе даже близко вообще такого не было здесь намного круче въезжаем потихонечку в город С очень самобытный городочек по всей видимости вот такой здесь туннель самодельный и мост то есть высокогорный город и высокогорный мост все на высоте около 500 метров находится чуть меньше может быть вот раньше он был частью Монако но потом его присоединили к Франции 220 вообще стоит бензин капец еще больше друзья мы приехали на парфюмерную фабрику или завод я не знаю как это назвать во Франции Франция славится своим парфюмом и вот мы как раз непосредственно приехали на фабрику где этот парфюм делают Фрагунарт называется и вот здесь вот такие вот всякие разные устройства с помощью которых они видимо это все перегоняют нагревают и получается парфюм фабрика называется Фрагунарт если заедете сразу увидите вот так это выглядит и здесь бесплатная парковка для гостей еще говорят что здесь можно купить с очень хорошей скидкой парфюм ну запахи конечно удивительные здесь вот прям магазин и прям за окнами они это все делают полностью весь процесс можно понаблюдать вот здесь тут же этот магазин и тут же они это все мы тут собрались на экскурсию и здесь типа музея такого по всей видимости и вот представлено как это все раньше было выглядело все эти парфюмы все эти парфюмы в общем вот эти бочки они засыпают сюда сколько-то килограмм или тон розы если несколько килограмм один масло получить роз из розы нужно тонны минимум две тонны ну цветов они с паром здесь мясо паром обдают идет конденсат тот бак опускается там еще раз обдается паром сто градусов и потом сливается вот в это и отделяется там вода от масла и получается как эссенция эссенция короче здесь прям целый процесс технологически про нарциссы их нельзя при 100 градусах активовать паром и в этом и другая технология их до 60 градусов нагревают и прорывают несколько раз и вот на этой картинке будет несколько тонны дождей чтобы получить 2 килограмма но это уже будет не эссенция это плотный такой плотный такой да окей кирович салет здесь вот карта всех цветов растений которые они импортируют сюда из которых они делают полуфабрикаты для парфюмов вот во франции это вот шанель номер пять вот эта роза ихняя самая любимая она на юге франции растет ну и вот в общем вот эти другие а вот с италии с бразилии с аргентины с испании они все другое привозят причем вот оранжи есть с испании а есть вот с этой с бразилии с аргентины с мексикой келаем привозят а самое любопытное это то что вот лаванда у них есть прованс но в россии другая лаванда растет поэтому они привозят с россии лаванду тоже и кориандр а еще самое интересное что ирис чтобы запах получить они из корней добывают должен корень поспеть и они из корня этого цветка добывают потом запах и на самом деле это очень много стоит во всем мире существует только 500 парфюмеров человек должен иметь образование химика инженера еще кого-то и в общем в трех городах только в марселе в кассе еще в каком-то то есть там длительный процесс обучения и вообще это не так все просто и поэтому всего лишь 500 человек поэтому этот парфюм он столько стоит ну качественный производство мыло здесь они это все месяц там еще что-то мешают и потом там пресс специальный он упаковывает и получаются формочки любую форму можно в принципе изготовить и некоторые тоже в французском но все в французском вот мы прям непосредственно на самой фабрике вот это полуфабрикаты из чего они делают потом эти все парфюмы и на самом деле все парфюмы и ели для душа и все такое делается сейчас вот такими простыми машинами и достаточно там парочку кнопочек нажать и уже машина сама все будет делать все запрограммировано ну там по-моему гель для душа месяц а это вот наклеечки или клеят вот так вот вот это кстати по-моему гель для душа полился или еще что-то типа это они кнопочки нажимают и там все льется вот так она должна две кнопки нажать чтобы она потихонечку опрокинулась на самом деле даже девочки могут это делать я еще так подозреваю что там определенная температура потому что у этого казана рубашка есть и он под определенной температурой в этом месяце вот это вот собственно история парфюмерной этой фабрики и 1880 года они начали делать парфюм и все такое парфюм парфюм еще интересно что парфюм в железных банках хранит аромат до 6 лет а стеклянные либо из-за света солнца либо еще за счетом он всего лишь два года хранит аромат поэтому поэтому наверное самый лучший парфюм он в железных банках типа монталь или еще что здесь чуть-чуть выше вверх есть парковки а там в самом центре час по-моему стоит 4 евро парковка я сейчас посмотрю может быть нет здесь по-моему нигде не припарковаться особенно на такой длинной машине как у нас ну в общем я думаю я еще сюда приеду вот в такие места надо приезжать машину где-то парковать пониже или повыше и гулять когда много времени есть можно здесь проводить время а когда вы вот так вот проезжаете быстро-быстро это не совсем вот он этот замок население всего лишь 50 человек у этого города или в этой деревне я не знаю как правильно сказать и здесь концентрация очень большая тысяч просто пятьдесят просто пятьдесят вот он этот мост по которому мы с вами проезжали очень красивый здесь же и замок на скале ну да видно что здесь прям такие состоятельные люди живут все закрыто все дорого богато это кстати вот дорога которая проходит чуть чуть выше той дороги по которой мы ездили а там еще снизу вот той дороги есть еще небольшая ну периодически встречаются небольшие дороги и по моему еще выше этой дороги есть еще дорога она платная но мы наверное там поедем по самому низу а так вообще здесь можно в одну сторону ехать по одной дороге в другую сторону ехать по другой дороге и всегда будут разные виды у вас вот таких машин здесь очень много Lamborghini Ferrari тут поднялись на самый верх еще выше этого города есть вот такая вот площадка но здесь нельзя ночью парковаться а так бы я прям здесь и ночью заночевал бы там вот этот лайнер круизный который пришел и вообще все деревеньки вот эти местные все города здесь они прям как на ладони все видно оттуда откуда-то мы приехали я думаю мы сейчас чуть вернемся назад и по берегу по нижней трассе поедем уже в Монте-Карло смотреть роскошные яхты но здесь очень красиво конечно плотная застройка они не то что на скалах они со скал выдвигают какие-то такие балкончики делают типа выездов и на этих балкончиках уже себе дома строят потому что ну там как бы скала и можно только построить если только вперед выехать на воздухе построить таким вот образом проходит вот так дорога здесь железная дорога и рядом старая дорога вот этот серпантин очень много лодок зашло здесь стоят на якорных стоянках яхты вот там где то мы ночевали сегодня прямо по курсу и туда в горы ездили смотреть на фабрику парфюмерии опять туннель самодельный такое ощущение что как в крусе что там что-то может упасть или я даже не знаю но здесь сама дорога идет прям как достопримечательность а вот кстати с это вот этот город мы только сверху были он видимо вниз спускается сосны здесь растут на пляже да я видел этот пляж оттуда сверху то есть он снизу и вот так вверх туда идет видимо здесь какая-то лестница есть или еще что-то туда можно по всей видимости попасть отсюда снизу как-то ну по крайней мере тропинка точно должна быть да но говорят из виношки очень ну это из виношки узкие по которым мы ехали а вот это справа а нет это платная парковка я думал бесплатная но ночью можно бесплатно здесь после 6 вечера после 7 вечера обычно на таких стоянках можно бесплатно поэтому они забиты постоянно вот здесь вот начинается торговля лавки базары рестораны туда все идет на пляж ну да круто наверное вот как-то вот по таким дорогам туда можно наверх на эту фабрику подняться где мы были но здесь что там нет парковок что здесь нет парковок в принципе без разницы наверное лучше сюда сюда приезжать на автобусе вот 83 607 Капруа называется и вот как мы с Ниццы выехали старая Ницца и вот вся территория до Монако до Монте-Карло она будет вот такая вот я подозреваю что это территория раньше принадлежала тоже Монако и в какой-то момент они по договору и в общем за какие-то там ежегодные вознаграждения отказались от этих территорий потому что устали воевать за них очень много за вот этот кусочек земли было войн и сражений всяких разных и все все кому не лень короче хотели сюда залезть и испанцы и французы итальянцы даже немцы хотели сюда залезть и в общем семья Гримальзи там была но она до сих пор по крайней мере есть это вот Гримальзи Лайнс мы с вами на лодочках на фейре с вами два раза плавали и я так думаю это одно и то же семья это в общем держала Монако сколько там 700 лет да? с 1314 года в России 700 лет короче говоря герцоги или короли какие-то в общем они держали в общем до сих пор и ну короче говоря удержали и сейчас это одно из самых богатых государств в мире самый высокий уровень состоятельных людей здесь на душу населения и самая высокая плотность населения в мире 20 тысяч людей на квадратный километр там вот эти вот трассы проходят верхние новые по которым мы ехали частичные которые я вам показывал но они застраивают просто застраивают на скалах строят как ласточкины гнездышки ну и как бы все у них единственный выбор такой только мы наверное здесь припаркуемся не знаю может быть два километра пойдем в ту сторону фонд виль тысячи мест есть свободно так у них выглядят дороги это как в многоуровневых паркингах дорога просто построена из бетонного здания такого и она просто идет вверх-вниз вверх-вниз на много метров вниз или на много метров вверх капец конечно просто какие-то шедевры инженерные вот такие цены здесь 15 минут 1 евро стоит стояночка сутки по моему 36 евро здесь улицы это строят здесь какое-то здание и то есть прям сразу тут же это здание и тут же сразу и люди живут и машины тут же ездят и дорога и короче все в одной куче так тесно даже в Андорре не было здесь прям совсем очень тесно даже никакого не найти укромного уголочка везде на каждом кусочке земли что-то есть обязательно ну и также общественному транспорту очень много внимания уделено и вот всяким мопедом этого паркинга 10 уровней и вот выход есть только на десятом вот так выглядит эта парковочка а вот так она называется мы заехали кстати отсюда и вы можете в нее зайти и проехать 10 этажей вниз на лифте бесплатно и здесь очень много таких мест где вы заходите а у них есть лифт и вы на этом лифте просто 30 метров опускаетесь или поднимаетесь все монако это вот так вот на горах на лесенках у них здесь ни одного клочка ровного земли нет поэтому они все в скалах все в горах вот так вот строят королевский дворец который мы проезжали виновник торжества и еще здесь любопытно то что в каждом здании есть лифт и по сути как бы этим лифтом может любой желающий пользоваться не обязательно быть жителем чтобы пользоваться этим лифтом феррари центр монако моторс не знаю официально или нет но вот в европе впервые встречаю чтобы здесь прям феррари в вольво киа и тут же феррари сразу хонда такой концентрации машин наверное только где-то в эмиратах но эмираты большие широкие а монако она такая компактная порт монако марина куда заходят все яхты и здесь они плавательный бассейн видимо сделали такой государственный вот все весь город вон туда уходит я думаю со временем они вон до той горы доберутся застроят все на самом деле они только могут в сторону моря двигаться отсыпаться как в эмиратах и вот там казино находится а туда уже в горы там уже франция то есть там уже французская территория поэтому они туда не могут лезть они ее отдали эту территорию взамен на независимость и на ежегодные выплаты со стороны франции они от франции очень сильно зависят вот там казино эрмитаж и вот два километра туда два километра сюда два квадратных километра это монако и они могут двигаться вот только в сторону моря все остальное это уже территория франции по моему не знаю в сторону моря они могут двигаться или нет поэтому они все под землю уходят все строят одно на другое что человек короче ну очень прилично и очень красиво яхт клуб монако у меня такое ощущение что в прошлый раз здесь было побольше лодок всяких разных яхт даже наверное в гучеке я больше увидел лодок более таких шикарных в прошлом году чем здесь видимо русские олигархи все свои лодки перегнали туда дома их не было раньше вот здесь вот трасса заканчивается и они прямо на море строят то есть они забивают туда сваи и ну как бы на море строят а в эмиратах они отсыпают они полностью сухое делают а здесь вот они оставляют видимо чтобы ну были какие-то места чтобы лодка могла зайти или еще что то ну да будет двигаться в сторону моря конечно спрос рождает предложения и здесь вот машины вот такие сразу окошко чтобы мотор было видно масло течет не течет вроде ехать можно ну не знаю на такой машине путешествовать конечно не очень удобно ауди феррари тесла здесь здесь мерседесы это вот отель есть прямо рядом с казино Керен подняли прям хорошо так подняли они его и можно сюда приехать в принципе даже на машине ненадолго ненадолго остановиться найти местечко это отель видимо связан как как-то с гонщиками которые гонки устраивают здесь гонщики наверное тоже сюда приезжают там тоже две феррари ну ну здесь всегда возле этого отеля всегда много и машин и всего такого возле этого казино привезли несколько видов кактусов специально из Южной Америки они вот здесь растут вот так вот между прочим возле казино здесь как всегда аншлаг аншлагович очень много машин людей что-то они как-то здесь перестроили ну мне кажется что все-таки вот этот больше город это наверное про про какие-то понты и заходить сюда нельзя фотографировать можно зашли люди здесь дорога какая-то я не знаю какая что за дорога вообще и вот зашли люди он их тут же выгнал короче только с этой стороны цепей можно фотать астон мартин хан 11 такое ощущение что просто напечатано на бумаге отель де пари отель де пари две машины приехала с эмиратов с дубаев кстати вот эти номера 696 а у меня 697 они наверно заплатили хорошие деньги даже за них вот это тоже все платные номера они покупают машину и плюс ко всему еще покупают номер с болгарии мэрс приехал у них любят вот такие мерседесы в болгарии и вообще вроде бы как бы эта дорога похожа на дорогу я не знаю с какого перепуга отель перекрыл всю дорогу возможно там какое-то мероприятие сегодня то есть грубо говоря люди как-то по парку что ли едут непонятно все должны ездить вот по этой дороге черная по асфальту а вот это мэрс уже старый он уже здесь не считается крутым хотя раньше был очень крутым конечно же здесь у них все бренды собраны какие только возможно потому что ну я думаю они изначально вот для этих людей кстати здесь и разрабатываются много азиатов тоже приезжает и вот в очереди в некоторые рестораны просто по 20 человек зайти в ресторан покушать там или еще что то очередь люди стоят несколько часов на улице в очереди чтобы туда зайти где-то под нами находится здесь железнодорожный вокзал под городом короче он у них здесь очень красивый ну да вот здесь он вот здесь он где-то находится вот он называется вот так станция и здесь все что не над городом все под городом пейер де монако и вот отсюда открывается вид вот такой на марину на все вот эти дела очень красиво люди приезжают вот так выходят с вокзала и просто офигевают не могут понять что это такое где они вообще оказались между двух ущелья находится страна и здесь еще я в прошлый раз отмечал очень много вот таких вот стоянок очень много вы приезжаете либо на электрической машине либо на плагин гибриде и заряжаете машину платите за это какие-то копейки но вы как бы заряжаете и гуляете ходите смотрите достопримечательности по окраине и соответственно заряжаете и вам не надо платить за парковку потому что мы вот сейчас заплатили заплатим за парковку не знаю сколько может даже где-то 10 или больше евро и мы могли эти 10 евро заплатить и зарядить машину себе настало нам время уезжать короче говоря два с половиной часа мы гуляли 9 евро я сейчас заплатил за парковку за подземную только что это примерно 3000 тенге час у нас 3000 тенге наверное на месяц можно даже где-то снять парковку в каждом отеле в каждом ресторане какие-то вечеринки проходят и они берут и просто закрывают все дороги нафиг я еще забыл вам сказать что это самый густонаселенный вообще район в мире наверное ну страна в мире по крайней мере и здесь на 1 километр 20 тысяч жителей для сравнения в Казахстане живет 6 человек всего лишь на 1 километр 6 человек на 1 квадратный километр вот мы выезжаем сейчас уже здесь вот такая узенькая полоска между горами и морем и вот видно уже как здесь рядом границы с Францией и в свое время это княжество оно было в 20 раз больше получается вот эту вот часть остальную они все французам отдали чтобы ну короче говоря французы их не трогали и в свое время еще у них они от Испании тоже протекцию получали то есть Испания их тоже защищала защищала те защищали все защищали в итоге короче у этих семьи в Риндизе при Мальте забирали эти дома, земли конфисковывали потом опять отдали короче здесь что только не происходило на самом деле лакомый кусок такой вообще и все хотели здесь всегда быть и в общем до сих пор это так как будто медом намазано но очень много туристов поэтому тяжело долго находиться и и жить наверное тоже будет тяжело потому что еще плюс ко всему вверх вниз вот это тоже не очень удобно ну к этому привыкать надо и здесь естественно никакой машины не будет только пешочком ходить мы едем в сторону Италии сегодня мы уже в Италии будем сейчас посмотрю если будет какой-нибудь магазинчик заеду в магазинчик еще во французский куплю у меня там купоны в каждом магазине дают купон вы этим купоном можете потом как-то на скидку воспользоваться в следующий раз если вы купите там допустим на 30 евро вам могут 10% скидку сделать во Франции это очень четко работает вот машин дорогих очень много и мы сейчас ехали один Porsche мопед поцарапал Porsche и там приехали полицейские они разбирались то есть вот эти все машины спорткары, Lamborghini, Ferrari они шире чем обычные машины ну чтобы не переворачивались и они вот стоят вот здесь на обычных парковочках вот так на улице это все так смешно конечно смотрится мопед проехал саданул и все ну у них каска наверное есть и он там вот все сейчас мы выйдем из Монако наверное вот это уже все заключительный дом вот здесь где-то метров я не знаю через сколько ну максимум через километр ну какой через километр здесь 100-200 метров и мы выйдем через Монако все Монако это где-то 2 на километра в длину и наверное километр туда в сторону вот так вот выглядит Монако и Монте Карло со стороны круто здесь конечно но очень тесно очень душно поэтому мы поедем поедем дальше а вон там уже видно пункт пропуска между Италией и Францией но по всей видимости там будет просто проезд обычный как всегда у них как в супермаркете и все и вот там я вижу уже со стороны Италии дома прямо на скале целый город просто прямо на скале вон там построили они вот так вот а вот это вот пункт пропуска собственно и я купил устрицу дорогу и в общем прощаемся с Францией бонжорно Италия аревуар и здравствуйте снова здравствуйте Италия видимо здесь раньше была таможня я не знаю почему или может быть я честно говоря даже не знаю зачем ну просто вот так они сделали короче здесь так ну все собственно мы уже находимся на территории Италии уже итальянские номера у всех вон и уже пачекира уже все на итальянском вот знаки на итальянском какие здесь ограничения и вот эта вот пробка перед границей с Францией связана с тем что они там проверяют каждую машину проверяют документы там еще что-то проверяют проверяют кто куда едет не знаю зачем они это делают в Италию мы спокойно заехали и вообще на нашу сторону даже не посмотрел никто а туда в ту сторону километровая пробка наверное сразу мы встретили разбитые дороги плохие и плюс ко всему еще скорее всего вот то что очередь была на Францию наверное здесь много иммигрантов или людей каких-то без документов и поэтому те кто во Францию въезжает но они там их на КПП сразу проверяют типа есть у них документы вообще что-то европейское какое-то разрешение на пребывание здесь и наверное все-таки в Италии больше иммигрантов чем во Франции ну по крайней мере в этой части и поэтому со стороны Франции они все проверяют вот этот автобан он полностью стоит и стоят дороги маленькие возле пляжа и платные дороги то есть человек заехал на платную магистраль чтобы сэкономить время и стоит там в этой пробке вон все красное 3 км в час это вот магистраль шоссе платная дорога поэтому я когда в таких местах оказываюсь я вспоминаю вот этих американцев которые мы встретили в Турции и то что они говорят что летом вообще в Европе абсолютно нечего делать можно было с таким же успехом и сюда приехать и зимой и весной и осенью и так и так нормально будет вот это которая возле пляжа дорога проходит возле моря она тоже вся красная то есть люди везде стоят места очень красивые мы сейчас едем в сторону Генуа там вообще легендарная такая местность и оказывается вот это Генуа это не просто город это была целая империя и у них там и в Азии были колонии и в Крыму были колонии и вообще много где там чуть ли не Рим короче говоря и тоже много с кем они с Францией то воевали то были союзниками с Испанией тоже то воевали то были союзниками ну короче из Франции тут все вот такая каша-малаша все намешано одно на другое и просто так не разобраться вот это все стоит пробка подъезжаем к Сан-Рема пляжи у них здесь опять тоже все забиты но хотя бы не так много и не так узко хотя бы как во Франции либо это вот дорога здесь просто она мимо пляжа проходит но видно что там на пляже очень много людей тоже красиво но красота не такая как во Франции как вот там вот после Ниццы короче говоря во Франции если вы будете ехать вот после Ниццы и до границы с Италией будет капец какая красота здесь как бы тоже круто но не так круто как там там и прямо горы такие уровень жизни прям такой а здесь сразу чувствуется и мусор как бы валяется ну все самобытность такая не знаю как объяснить но во Франции вроде как уровень жизни повыше вот в Италию как мы заехали я здесь почувствовал как бы пошире все у них здесь и дороги пошире и сами по себе французы они любят когда тесно ехать если по Турции где-то со стороны Каша мне кажется там будет то же самое кушать досы да еще даже и красивее и по стоимости в два раза ниже и точно такое же море будет по красоте и по чистоте и просто будет сервис какой-то космический а здесь вот мы едем даже останавливаться нигде неохота даже задерживаться нигде неохота все забито вся Европа приехала причем не только вся Европа очень машин много с итальянскими номерами по всей видимости еще и Италия приезжает сюда отдыхать да и не только сюда все как бы сейчас стремятся попасть на море покупаться в море позагорать и все вот до августа это все будет длиться наверное в сентябре можно будет в ноябре потихоньку ехать в Италию вот мы заезжаем в Сан-Ремо я не удивлюсь что это Сан-Ремо тоже было какое-то отдельное свое государство потому что здесь вот это все вот эти Монако Ницца там куда мы едем Генуа Пиза Венеция Милан это все были свои какие-то отдельные государства потом пришли и Французы потом я не знаю даже кто там первый пришел короче то с французами то с испанцами война была то с немцами была война ну и они там по другому назывались потом римляне пришли здесь все короче захватили завоевали потом после римляне испанцы и тут такая вообще каша малаша была на самом деле доподлинно даже неизвестно потому что приходили одни и сжигали книги других другие приходили сжигали книги третьих там какие-то наскальные рисунки я вот каждый раз привожу пример что вот доподлинно даже некоторые события неизвестно что было во время второй мировой войны 50 лет назад а что здесь происходило 500-700 лет назад это вообще тем более никто не может знать поэтому здесь так тяжело изучать историю очень тяжело и все смешано перемешано в каждом городе своя история каждый город настолько богат сильной историей что плюс ко всему очень много людей погибло в Европе чем мы во всех вот этих городах странах и в Италии и в Испании и во Франции конечно же очень много и ну на самом деле как там что было очень тяжело вот в Генуа говорят что отдельное государство было насчитывало до 100 тысяч населения и вот после черной смерти говорят половину вот здесь навигация показывает 150 километров 4 часа ехать причем там разницы особо нету что ехать по платной что по бесплатной по платной может быть будет чуть быстрее там где-то на часик но во первых мы ничего не увидим во вторых они там тоже ремонт делают и постоянно скидывают на эту дорогу там туда-сюда заезжать-выезжать мы продолжаем движение на восток уже проехали давно Сан-Рэма и вот периодически я вижу здесь дорога 20 километров они в Сан-Рэма построили дорогу велодорогу и вот она проходит параллельно тоже вот этой вот автомобильной дороге вот справа вы ее можете увидеть это была раньше железная дорога и из нее сделали велодорожку ну и соответственно обычные простые люди тоже по ней могут ходить то есть они убрали железную дорогу и вместо нее ну старую и вместо нее сделали велодорожку очень большая такая длинная и протяженная и проходит живописная очень я все еду и думаю почему я не могу туда поближе съехать к морю вроде там что-то происходит какой-то кипиш а на самом деле здесь как бы остановок никаких нет и к пляжам не подъехать только в некоторых местах где-то есть такие съездки небольшие а в основном дорога вот так вот выше идет а ниже там велодорожка и то есть вот люди которые катаются на велосипедах им вообще классно либо кто ходит пешком они там гуляют смотрят на море и все у них там супер вместо железной дороги сделали велодорожку в Сан-Рэм а еще в Сан-Рэмо проходил фестиваль какой-то музыкальный поэтому это весьма такой тоже популярный легендарный город ну вроде бы серпантин но я не могу сказать что прям вах потому что как бы закрывает вот этот отбойник он закрывает все виды и периодически попадаются пробки потому что там светофор стоит пересекает дорогу там одна машина проедет и все из-за этого вся стоит вот так верениться ждут из-за того что там светофоры и кого-то нужно там пропустить на перекрестке якобы так это еще какой-то город это я не знаю как он называется но у нас на пути будет город он называется Империя Империя и Асти здесь есть город это Асти все знают Асти Мартини и вот это вот вино Асти это сорт винограда специальный который здесь выращивают по особой технологии вот она эта велодорожка там была железная дорога сейчас вот люди бегают и определенные требования технология есть в производству этого винограда ну как наверное шампайн шампанское и в общем вот здесь его недалеко тоже где-то выращивают итальянское вино Асти это реально город называется Империя и вот эта вот велосипедная дорожка про которую я вам говорил вот она справа прям за бордюрчиком она идет а еще люди залазят периодически слева справа и из-за этого тоже поток сильно тормозится я вот все думаю заехать мне на платную магистраль с одной стороны охоту быстро проехать а с другой стороны охоту тоже и городать и посмотреть называется Муссолини назвал это город империя в честь речки которая здесь протекает и еще здесь родился один адмирал который в свое время когда Колумб открывал Америку на самом деле он родился в Италии Колумб Гену ну если верить сведениям с интернета конечно и в общем он родился в Италии в Генуа Колумб и вот в этом месте империя родился адмирал который присоединил вот этот Генуа регион к Испании каким-то образом не знаю как там между ними была Франция еще как бы и в общем как-то он присоединил и короче говоря обогащал все вот эти регионы за счет колонизации Америки сейчас было место очень хорошее вот в этой империи прям такой классный кемпинг я почему-то подумал что мало проехали и не стал останавливаться сейчас буду ехать дальше искать мы только что въехали в город под названием Андорра это Андорра с одним R вот так вот читается но все равно здесь есть вот город такой в Андорре мне кстати очень понравилось в Испании да вообще в целом в Испании понравилось если не брать учет что там очень высокие цены как бы в евро все ну как и во всем Евросоюзе но наверное не такие высокие как где-нибудь там в Швейцарии или где-нибудь в Австрии в Германии но все равно цены кусаются и поэтому я Турцию люблю потому что по сути вы можете в Турции получить все то же самое на северном побережье вы получите такие же ну может быть прям не такие же утесы но в принципе будет плюс-минус похоже тоже такой же есть там в Трапзоне такие же красивые луга швейцарские и в Каше там тоже такие же яхты роскошные просто вы будете за это в два раза меньше за все платить и все а так по сути все то же самое Андорра закончилась ну город Андорра и здесь началась новая или провинция или как это назвать я не знаю Лигурия регион и собственно здесь исторически жили лигурийцы и вот это вот Генуа куда мы едем это все тоже вот Лигурия вот такие здесь полутуннели я первый раз такие полутуннели увидел в Японии думал как круто как это вообще такое может быть они строят дорогу прямо на скло не на таком на утесе и меня это просто вообще впечатлило очень сильно я надеюсь мы сейчас уже где-то там найдем в том городе где-то место для кемпинга и пойдем купаться и будем готовиться к завтрашнему дню ну город дочек такой местность вообще такая прям симпатичная красивая вообще вот это здесь продолжается ривьера это уже итальянская ривьера и вот они как-то здесь паркуют машины я не знаю почему неужели они паркуют машины чтобы пойти покупаться туда туда прилично надо идти пару километров наверно и они вот так все припарковались и город тоже так называется Лайгуглия итальянский поезд но это не такой скоростной здесь в Италии бывают и более скоростные поезда это железная дорога новая она здесь вернее старая или новая новая наверное она проходит периодически внутри там периодически возле пляжа проходит ну поезд лично в принципе так едет километров наверно 80 и вот этот город он прям такой весь пляжный здесь пляж километров наверное 5-7 наверное протяженностью от скалы до скалы и вот даже уже люди покупались уже все и все равно негде припарковаться все полностью бесплатная парковка полностью все занято ну сезон отпусков причем итальянские в основном номера сезон отпусков и конечно сейчас сюда люди будут приезжать вот эта машина стоит здесь спать скорее всего пойдут вот эти все то что автобусики это вероятнее всего это кемперы ван лайферы более менее приличный отель в Европе ну за эти деньги 50 евро стоит он и он стоит 50 евро только потому что он находится не возле побережья честно говоря я думал что он приличный на самом деле обычный отель в поле возле трассы ну короче говоря если вы окажетесь где-то возле тулона я думаю это будет самый такой оптимальный вариант здесь провести пару дней чисто самое главное большой телевизор может быть даже Netflix будет всех ну все белое ну за 50 евро чтобы вы понимали на побережье в Барселоне может хостел койка стоит хостеля 50 евро поэтому вот так он называется B&B типичный отель привести себя в порядок помыться почиститься и ну как бы цена соответствует тому что вы получаете за эти деньги вон ты вон 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 Субтитры создавал DimaTorzok